Лицензию на освоение участка земли, что в шести километрах от села Верхчета, гендиректор компании фракции Николай Лесков получил еще три с лишним года назад. Он исправно работал, платил налоги в казну поселения и со дня на день должен был получить документы об оформлении земли в собственность. Но судьба распорядилась иначе. Оказалось, что у участка уже появился новый хозяин. Глава поселения провел торги и продал 8 гектаров земли. Причем, по словам Лескова, всего за полторы тысячи рублей, тогда как кадастровая стоимость земли 103 тысячи рублей. Перед тем, как они должны были провести торги, они должны были уведомить нас, потому что мы имеем приоритет в этом направлении, скажем так, в приобретении этих земель. Но они заверяют нас, что они нас уведомили, не могли нам дозвониться, не было телефонов, не отвечал. Ну, никаких извещений, уведомлений я не получал. Николай Лесков сначала пытался решить проблему самостоятельно, просил главу поселения отозвать постановление о торгах. Но тут на уступки не пошел. Тогда предприниматель привлек контролирующие органы, обратился и в общероссийский народный фронт края. По аукциону невиданной щедрости в рамках проекта «За честные закупки» сразу началась проверка. Самое главное, что для нас было сверх непонятным, да, это стоимость данного земельного участка. То есть она составила 1551 рубль 70 копеек за 8 гектаров земли. То есть я думаю, что на сегодняшний день многие жители Забайкальского края хотели бы воспользоваться такой возможностью. Особенно для нас было возмутительным то, что, или непонятным в большей степени, да, при стоимости кадастровой рубль 12 за квадратный метр, да, мы продаем за 2 копейки за квадратный метр. Разница в 64 раза. За стать щедрого главу Верхчеты на рабочем месте нам не удалось. Однако по телефону он заявил, что гендиректора фракции о торгах известили своевременно. А что касается наличия у Николая Лескова лицензии и договора аренды, так он их якобы и в глаза не видел. Где он взял эту лицензию? И кому он не предоставил эту лицензию? Я не видел ни директора, ни лицензии, ни всего остального. На претензии о низкой стоимости проданной земли у Александра Казанова тоже контраргумент. Говорит, может даже чек показать. Участок ушел не за полторы, а за сто с лишним тысяч рублей. В первом время была ошибка, и все, это я признаюсь. Торги проводились, стоимость кадастровой 103 тысячи рублей. Согласно кадастрам, кадастровой стоимости. И торги прошли по той цене, которая была в кадастре. Как бы то ни было, с просьбой провести правовую оценку торгов, активисты ОНФ обратятся в Краевую прокуратуру.